Всем привет! Сегодня я бы хотела поделиться с вами информацией личного характера. Сейчас среди многих школьников отгремели выпускные. Моей семье тоже в этом году выпускник образовался, закончил школу сын. И все студенты и школьники ринулись в вузы. Студенты за, возможно, получением еще одного образования. Я имею в виду, кто после колледжа. Ну, а школьники начали, ну, кто начал, кто не очень активно, кто в течение года это делал, вместе с родителями начали, значит, подавать, скоро уже пора, заявление на поступление в вузы. Значит, мы все сдали экзамены в ЕГЭ. Результаты пока мы не знаем всех, поэтому, ну, могу предположить, что они точно не двойки. Вот. Ну, а по поводу всех остальных результатов могу сказать, что мы знаем свои баллы по русскому и по математике. Я не буду говорить, потому что это не мои баллы, но они позволят нам поступить на, значит, по минимальным баллам в институты. Поэтому, ну, опять же, мы не знаем еще результаты всех экзаменов. Я просто предполагаю пока что, вот, по статистике, которая у меня имеется за предыдущие сдачи ЕГЭ. Вот. Ну, хочу сказать, что в этом году были очень сложные экзамены по информатике, несмотря на то, что многие готовились к этому очень долго экзаменов, как и ко всем остальным. А мы готовились вместе и со школьными учителями, и сами готовили его. Вот. Хочу сказать, что экзамен был самым сложным из всех, наверное, которые были. Ну, про русский я могу лишь сказать, что мы его сдали. Значит, про математику тоже мы ее сдали. Английский, как мне сказал сын, был несложным экзаменом. Вот. Потому что там все вроде предсказуемо. Там ничего не надо решать. Все задания уже были в целом протренированы им. Ну, и мы с ним написали огромное количество тестов, которые в течение всего года решали. Записали кучу видео, кучу различных устных разных диалогов он рассказал. Вот. Ну, и, короче говоря, так вот мы все это прошли. Сейчас я могу сказать, что в ближайшее время все будут в 20-х числах июня подавать документы в ВУЗы. И я вот сейчас изучала стоимость обучения в каждом ВУЗе. Я пришла, друзья, к не совсем утешительным таким для вас цифрам. Могу сказать, не рекламируя особо серьезно каждый ВУЗ, что средняя цена обучения колеблется от 150 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. Я могу сейчас сделать такую краткую подборку по тем ВУЗам, про которые я узнавала. Значит, первая, самая небольшая цена в Институте государственного администрирования на специальность менеджмент экономика стоимость составляет 156 тысяч рублей в год. Тогда как Московский технологический институт стоимость составляет 220 тысяч рублей в год. Стоимость обучения – это специальность информационной технологии, я сейчас сказала. Стоимость обучения в Московском автодорожном университете МАДИ стоит 315 тысяч рублей или 156 рублей за один семестр. Стоимость обучения в Политехе на специальность IT-технологии составляет от 350 тысяч до 350 тысяч рублей. Немало, правда, друзья? Стоимость обучения в Теперяйской академии на IT-специальность стоит 311 примерно тысяч рублей. И последний ВУЗ, про который мы узнавали, это, насколько я знаю, в МАИ стоит 265 тысяч рублей обучения на IT-специальность, если я не ошибаюсь. Короче говоря, мы еще узнавали про МИИД и Станкин, но чтобы не ошибиться на память, я отправлю вас на их сайт, МИИД и Станкин, вы там можете посмотреть. Ну а в целом, а еще Московский институт юриспруденции. Стоимость составляет это 80 тысяч рублей за год на специальность менеджмент и экономика. Какие предметы туда нужно сдавать? На менеджмент и экономику нужно сдавать русский, математику, профиль и один предмет по выбору. Либо это английский, либо это общество знания, либо это информатика. Значит, мы сдавали 4 экзамена, математику, профиль русский и английский, и информатику, соответственно, профильную тоже. Поэтому мы рассматриваем поступление как на IT-специальность, так и информационный менеджмент и бизнес-информатику. В целом, если сравнивать с самыми программами обучения, которые нам любезно предоставили вузы, могу сказать, что на IT-факультетах информационной технологии системы практически во всех вузах изучается примерно одинаковая программа. Эту программу можно посмотреть на сайте каждого вуза, либо запросить отдельно, более подробную, чтобы понять, чему будут вас учить. Это что я бы так посоветовала. Конечно, сейчас, так как по поводу выбора специальности и подачи документов, сейчас на сайтах вузов стоят приблизительные баллы прошлых лет, 23-го года. Поэтому сказать, какой будет точно проходной балл до подсчета всех участников этого процесса не представляется возможным. Но скажу, что очень высокий балл от 190 в Темирязевской академии, на IT-факультет, в Политехе, тоже от 180-190 баллов на IT-технологии, в МАИ высокие баллы, более 200-210 баллов. Синергия вуз берет со 200 баллов студентов на бюджет, на ТИ-факультет. И, значит, за исключением МТИ, который является коммерческим вузом, и, собственно, у них пока что эти баллы и не объявлены точно, но есть у всех вузов минимальный проходной балл. И минимальный проходной балл составляет, насколько я помню, от 38-39 баллов за русский, за математику, а за информатику 45. В некоторых вузах в Политехе, например, для поступления на IT-специальность нужно иметь проходные баллы чуть выше. Это где-то 50 баллов по математике, по информатике, и где-то 42, значит, 40 по русскому, по математике, а по английскому где-то 38. Поэтому с этой минимальной балльной системы можно подавать документы 20 июня всем студентам, абитуриентам будущим. Что я для себя пока поняла? Конечно, конкурс на бюджет будет большой. Это безусловно. В связи с тем, что будет очень много жителей из приграничных территорий, льготников различных, детей, военнослужащих, а также тех, кто претендует на целевое обучение. Кстати говоря, про целевое обучение. Я не поленилась, узнавала про это. Что с собой представляет целевое обучение? Это когда ты заключаешь договор с какой-либо организацией, и эта организация в течение 4-5 лет платит за тебя, за твое обучение в УЗИ на определенной специальности. А после ты должен отработать либо 3, либо 4 года на это предприятие. В зависимости от того, сколько лет ты там учился, на этой специальности. Поэтому получается, что ты вроде учишься-то и не бесплатно, а в счет твоей будущей зарплаты. А будешь потом отрабатывать свой долг еще и в этом ВУЗе. С одной стороны, друзья, это такой неплохой шанс попасть на целевое обучение и получить уже 100% гарантию трудоустройства в этой компании. Ну, при условии, если вы, конечно, все сессии сдадите и получите диплом. Ну, есть одно но. Чтобы выиграть этот конкурс на целевое обучение, нужно зарегистрировать заявку на портале Трудвсем. Я там зарегистрирована, вот. И я просто смотрела там вакансии и работу искала. А здесь я зашла в раздел целевое обучение и там, собственно, увидела, выбрала по списку город, регион с формы обучения очно-очным дистанционным. Ну, и вот там мне высветилось какое-то количество ВУЗов и вакансий, которые предлагают данные работодатели и ВУЗы. Причем, как там, сначала написан ВУЗ, специальность, а потом в подробностях, какая компания, с какой ты заключаешь этот контракт. Но тут еще, друзья, такая система, что если ты подаешь на целевой, то уже ты не имеешь права участвовать в конкурсе на бюджетный. Поэтому вот как бы либо одно, либо другое. По поводу подачи документов. Мы посмотрели про сервис подачи в электронном виде онлайн через госуслуги. Поступает в ВУЗ онлайн. Пока он не работает. Друзья, сколько бы мы ни пытались, и поэтому мы регистрировались на сайтах каждого ВУЗа в этих личных кабинетах абитуриента. Что там нужно подготовить? Это аттестат, если у вас есть на руках. Ну, пока у нас его нет, пока мы как бы не получили результатов всех экзаменов, получим где-нибудь в конце июня этот аттестат. И потом в этом личном кабинете должны будем подгрузить, либо предоставить его в личный кабинет, поступая в ВУЗ онлайн. Значит, в самом личном кабинете абитуриента можно загрузить паспорт, снилс, фотографию студента будущего и выбрать направление поступающего. Вот. Минимальное количество направлений пять. В каждом направлении можно еще по пять специальностей выбрать. Итого получается, что вы можете выбрать 25 специальностей. Но на деле получается, что когда мы подавали, например, в МАИ заявку, мы ее уже подали, там получается, что можно подать пять на платное и четыре на бюджет. Вот так. Всего девять, получается, можно подать. Но в каждом ВУЗе свои требования. Например, в МАДИ нужно подавать всего на три направления. Вот. Они на пять. В РГГУ, в Российской Государственной Гуманитарной Университете тоже можно подавать только на три направления. Поэтому в Тимиряйской Академии на пять, в Политехе на пять направлений можно подавать, МИТИ и Станкини, насколько я помню, тоже на пять. Вот. И завершая мой такой короткий обзор по поводу ВУЗов, стоимость их и экзамены, которые нужно сдавать, на эти специальности, могу сказать, что важную ключевую роль все равно будут играть результаты, которые будут известны от 4-го тире 15-го августа примерно. Во всех ВУЗах разные сроки зачисления, поэтому узнать, поступил ли ты на бюджет или на платный, ты сможешь только в августе. Соответственно, у некоторых студентов могут быть зачислены ранее, кто идет по каким-либо квотам или у никого есть льготы, они зачисляются в приоритетном порядке. Все остальные, у кого нет никаких льгот, поступают в общем порядке. Про платное обучение я могу лишь сказать, что у них зачисление идет немножко позже. У многих ВУЗах есть, например, Российско-Белорусский университет, у них зачисление идет даже, даже в сентябре, середина сентября, поэтому Российско-Белорусский ВУЗ, который является аккредитованным учреждением Министерства образования, позволяет студентам россиянам поступать без экзаменов в российско-белорусский государственный университет. При этом стоимость обучения на платном составляет там тоже 380, что ли, тысячи, 350 тысяч рублей российских за год. Чтобы поступить, необходимо пройти собеседование на русском, как ни странно, языке и на этом же языке на русском будут проходить обучение. Я списывалась специально с приемной комиссией еще заранее, и все подробности мне об этом сказали. Чтобы поступить в Российско-Белорусский университет, нужно приехать туда, в Минск, и он находится в Минске, пройти там медкомиссию, которую вы прошли допустим еще в Москве, привезти свои справки и пройти там еще отдельную комиссию, заплатив за прохождение комиссии и за оформление документов. Ну, в общей сложности это где-то будет около сколько я помню, что-то 250, что-ли, белорусских рублей. Потом вы можете пройти эту медкомиссию, пройти собеседование по интернету, кстати говоря, проводится, и после оплаты обучения будете зачислены на первый курс. Обучение будет проходить там, очно, вот, поэтому студентам может быть по заявлению предоставлено такое вид на жительство в Белоруссии по обучению на визе и белорусский как-то называется, белорусское общежитие для студентов в россиян. Все, что я знаю и вам рассказала, если у меня появится какая-либо информация по поступлению, я обязательно вам расскажу в следующем видео. Если это видео было полезным, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!